всем доброе время суток вы на канале все сначала с вами екатерина вот сегодня я решилась печь рогалики с повидлом значит у меня тут 500 миллилитров всей жидкости я делала топила масло и у меня осталось маслянка и молоко и я все это дело смешала 250 грамм у меня молока и 250 грамм маслянки но все дело в том что если твой маслянки у вас нема то можно заменить 300 грамм можно молока и 200 грамм например воды мы сейчас сделаю следующую историю покладу сюда две ложки сахару наши дрожжи тут 27 грамм и столько остался такой кусочек я решила его использовать уже весь вот мы сейчас убедимся что у нас будет с нашими дрожжами и вот у нас это теплая маслянка с молоком сейчас мы это все разотрем смешаем и поставим дрожжи чтобы мы убедились что наши дрожжи хорошие что они пойдут у нас от общего количества муки тут у меня кило 200 просеянной муки но столько нам не надо потом я вам скажу сколько точно пошло этой муки добавлю сюда немножко муки и все мы это размешаем всю жидкость я конечно не буду сюда лить нам это ни к чему мы ее можем добавить потом в процессе когда будем тесто замешивать вот и вот все что у нас это получилось мы сейчас свою опару оставим на столе я ставлю меня тепло в квартире пока мы увидим что опара наша дрожжи наши подошли прошло 8 минут я не считаю нужным что их больше надо ждать шапочка образовалась дрожжи наши хорошие рабочие мы смешиваем с мукой и сейчас сюда я еще добавлю белки потому что я готовила печенье творожное там идут только желтки вот тут у меня 4 белка но я раньше говорила и еще буду говорить что белки это то что нужно для теста желтки мы знаем что на желтка встроили крепостные стены и дворцы добавляю раствор поэтому я не думаю что там это испортит дело наше значит сейчас мы добавим немножко это ванильный сахар это не ванилин тут много этого теста значит мы добавим вот такую ложечку ванильного сахара я еще там я попала две ложки и еще я добавлю три ложки сахара я добавлю чайную ложку соли такую ровненькую без верха вот и я выливаю всю свою эту жидкость все еще все это мешалка смешаем насколько это возможно и потом я буду добавлять муку и смешивать сейчас я вот смочу руку и ложки 3 наверное я добавлю растительного масла сюда так сейчас мы эту мешалку уберем отсюда буду смешивать рукой сейчас я немножко насыплю на стол муки и отсюда мы переберемся на стол на поверхность будем уже теперь смешивать на столе ну вот такое тесто у нас получилось а сейчас ну еще липнет к рукам и вот в этом в этот момент я добавлю сюда ну тут она на 40 у меня масло 50 может я нет не добавляю масло растопленное я добавляю масло вот такой комнатной температуры потом его умешиваю и я вам уже говорил что когда добавляешь масло тесто немножко разделяется на пускай вас это не настораживает вот сейчас мы будем я прибавляя добавляла масло растопленное но мне кажется вот в дрожжевом тесте вот в булочках она придает такую крохкость булочки к нам не надо это кровь и зачем она надо это когда печенье может быть да там надо такое масло ну это опять таки это только мое мнение и мои наблюдения потому что я всю свою жизнь что-то всегда пекла жарила варила не всегда у меня там и получалось так что если у кого что не получается не надо расстраиваться отчаиваться все будет хорошо вот мы таким образом его будем убежать вот видите сейчас я вам говорю это как раз тот момент когда вот происходит вот такая история с ним бояться не надо все соберется вот оно и все будет хорошо ну вот и тесто наше собралось немножечко чуть-чуть можно подпылять ну вот тесто надо не лениться его хорошенечко надо вымешивать вот оно такое у нас получилось вот хорошее тесто сейчас мы смажем нашу форму растительным маслом немножко вот так вот вот все и оставляем на расстойку минут на 40 там посмотрим как он сколько вы поднялась потом вы его снова обо мне и и все а сейчас я поставлю его в духовку с включенной лампочкой и потом я вам скажу сколько вот от моей муки что я кило кило 200 просеяла ну там осталось грамм ну 70 наверное больше не осталось на вот это количество жидкости вот такое наше тесто 40 минут я на первый раз у меня поднялась потом я его обмяло и вот оно такое сейчас я его я взвешиваю сейчас тесто много и мне надо знать сколько насколько мы его будем делить я буду делить эти булочки по 120 грамм каждую развешиваю их развешиваю разделю и буду буду потом схватывать эти наши каждая должна быть 120 грамм мы будем пробовать так на глаз но потом я их буду все таки взвешивать вот я разделила тесто на равные шарики каждая из них весом 120 грамм сейчас я их укрою целлофаном и оставлю на 5-7 минут пускай немножко тесто отдохнет и потом я вам покажу что я буду делать с ними дальше вот я раскатала наши колобки они провели 10 минут без этого каждый этот колобок 120 грамм сейчас мы будем брать по одному будем посыпать стол немножко припылять мукой раскатывать и делать делать наши рогалики сейчас мы с вами попробуем как это все будет выглядеть на самом деле а пока только слова я не знаю честное то есть место у меня тут мало совсем поэтому так но ничего это не страшно все это решаемо все это хорошо вот мы раскатали такую штучку такой овальчик тесто хорошие податливая сейчас мы покладем вот на эту часть наше повидло обязательно начинка должна быть такая густая потому что чтобы она не вытекала вот все сейчас мы поднимаем вот эту штучку закрываем и хорошенечко хорошенько залепляем чтобы у нас не вытекала в наше повидло потом попозже так тут мы с вами залепили тут можно произвольной форме хотите до конца до зарезать и я например не дорезаю до конца и делаю вот такие вот надрезы вот такие вот надрезики вот так и сейчас мы берем наше тесто так поворачиваем и еще раз так и все у нас мы тут его скрепим вы скрепим тесто хорошее и вот так вот мы его немножко развернем и у нас получится такой красивый рогалик вот можем мы его в эту сторону куда как вам удобно можно в эту сторону вот получится такая штучка . итак мы сделаем поступим со всеми подпыляем немножечко мукой вот раскатываем такой овальчик если где-то что неровно можно все это дело исправить тем что тесто хорошее податливое можно просто руками растянуть и поступаем ровно так кладем на эту часть повидло вот так вот можно любую начинку можно творог можно что угодно и тут залепляем аккуратненько все так ну а это мы можем разрезать до конца так вот и вот вот что у нас получится мы тут приклеим приливим тесто хорошее и вот так вот сделаем такой ролик ну вот что у нас получилось сейчас я они провели у меня на противень и ровно 15 минут сейчас я их смажу вот тут у нас желточек с молочком и поставим в духовочку духовочку разогреваю до 180 190 градусов сколько там он у нас проведет в этой духовочке я вам потом скажу обязательно а сейчас мы каждую смажем вот так аккуратненько все с этим делом мы покончили сейчас мы их поставим в духовочку вот потом я вам покажу что у нас получилось ну вот что у нас получилось на выходе 2 лопнули вы выпил вынекла немножко повидло вот тут вот ну а так все ничего но они еще горячие а потом когда они остынут я вам разломаю и покажу вот это что у нас такое получилось вот такая вот красота а сейчас как и обещала я разломаю один из из них и вам покажу что там внутри ну вот этот вот разломаем вот такая вот срединка очень мягкое тесто очень вкусное ну начинки тут оказалось маловато в этом но все равно ничего страшного вот такая вот красота они очень мягкие очень красивые очень вкусно я уже один угомонила я уже один села с молоком не выдержала так что пробуйте делайте я напишу рецепт на одну порцию просто я сегодня немножко мне такой рецепт не неординарные но я напишу как как обычно как всегда я делаю и все равно это вкусно и хорошо всего доброго вам до свидания пробуйте